На 17%. Сейчас Алиса Юрьевна уже сказала, что медикаменты выросли в цене на 30%. Правильно? На 30% 50%. Здесь 17%. Учитывая то, что у нас революация 3 раза, уже сейчас, и она пока не останавливается, и даже самые такие оптимистичные цифры по поводу инфляции, на этот год 21%, то мы можем совершенно четко себе сказать, что вот все, что мы когда-то закладывали на медикаменты, теперь это превратится в копейки. А чем это закончится? Это закончится тем, что люди, попросту говоря, не в состоянии будут себе позволить, потому что растут затраты на коммуналку, на отопление и так далее. То есть я совершенно, вот мы так спокойно сейчас об этом говорим. На самом деле, вот из этого бюджета, просто сейчас уже можно сказать, что будут летальные случаи у людей, которые просто не в состоянии будут купить себе медикаменты. Я уже не говорю здесь про питание, там вообще смешные проценты, то есть его фактически можно сказать, его не будет в этом году вообще. Что, о чем я говорю сейчас? Мне представляется, что мы опять вот забываем о главном. Мы 16 января, если не ошибаюсь, когда мы здесь обсуждали бюджетные вопросы, мы приняли решение о том, что комиссия начинает заниматься очень детально доходной частью бюджета. В том числе, вот все те вот эти ребята, которые у нас в течение долгого времени получили все земельные участки, ничего там не делают, платят копейки, они должны платить по-нормальному. Мы приняли решение о том, что вызываем сюда мороза со всей публикой и начинаем рассматривать детально, где мы можем увеличить доходную часть. Вот сейчас уже месяц прошел, 12-я часть года. Мы ничего не сделали, даже сколько я понимаю, у нас плана. Два прошло. Два прошло. Шестая часть. Отсюда возникает, я уже не говорю о том, что вот здесь говорил Александр Михайлович по поводу всех тех товарищей, которые у нас акции заплатить не собираются. Так эти комиссии ничему и не пришли. Два месяца прошло, по доходной части, по специальному бюджету мы ничего не сделали. С этим бюджетом здравоохранение работать не может. Мы должны просто честно сказать. Это не то, что там бюджет выживания, это бюджет вымирания у здравоохранения. Поэтому мне представляется, можно четко назначить на следующую комиссию вызов сюда, как мы уже здесь заранее договорились, всех ответственных товарищей, для того, чтобы на следующую сессию обязательно вышли из проекта пополнение доходной части бюджета. Это вот первое. И второе, что касается части расходной. Вот сегодня по сказке поднимался здесь вопрос по поводу тендеров. Это мы еще ЖКХ не заслушали. Вот там будет сказка настоящая. Посмотрите по нашей дороге и так далее. Мы знаем о том, что где-то у нас нормально выполняют по тендеру, где-то нет. Все мы прекрасно понимаем, как тендеры проводятся. Три компании, из них две подставные. Это естественно, абсолютно. Мы все об этом знаем. Что происходит дальше? Мы должны проанализировать, например, результаты по каждому тендеру. Это дело нашей комиссии. Потому что мы туда деньги выдаем. Вот, например, по дороге. Вот на Карпенко, например, от проспекта Ленина ремонтировали 4 или 5 лет назад. Нормально дорога держится. Мы должны принять внимание тех, кто это делал. И тех, у которых каждый год идет ремонт. То же самое по всем строительствам во всех департаментах по распределению сыновей. То есть...